Сегодня я хочу рассказать вам о интересных историях, которые происходили в нашем мире, о которых мало кто знает, вообще, наверное, никто не знает, потому что все, что я вам рассказываю, это полнейший эксклюзив, нигде вы этого не найдете, а если где-то и найдете, это, можете считать, что это случайное совпадение. То есть, мне уже более 30 лет интересует наша история. То есть, история не та, которая пишется в учебниках школьных, хотя это тоже интересно нам. Но та история, которая реально, действительно происходила, ведь все мы знаем, что историю можно склонять так, сяк, и в основном историю пишут победители. То есть, те, в основном, политические, религиозные силы, которые доминировали в тот или иной период в нашей жизни. Но, так как в настоящее время имеем то, что имеем, то есть, мы имеем определенную историю, с определенной точки зрения. Я, в общем, хочу поделиться с вами своими знаниями о разных вещах, которые, ну, то есть, в книжках не писаны. Например, ну, все знают, что существовала какая-то Атлантида. Атлантида существовала. Но ее взаимосвязь с Древней Египтом, с юдаизмом, с христианством, с волхвами, с друидами, с дровидами, с крепостным правом и даже с институтом наших таких специфических воров в законе. Казалось бы, абсолютно нет никакой взаимосвязи. Но я постараюсь вам рассказать, что вся наша история – это одна сплошная взаимосвязь. Взаимосвязь, то есть, взаимосвязь, противоборство каких-то идей между собой, то есть, за овладение людскими умами. Вот. Начнем с того, что все знают, что в Древней Руси были такие товарищи, как волх. Кто они такие? Ну, там, скоморохи одни ходили, пели, плясали. То есть, мало кто углубляется в такие мелочи. Были волхвы. Были волхвы. Также мы знаем, что были друиды. Товарищи, которые поклонялись деревьям. Вот. И были даже дровиды. То есть, это, как бы, индийская, в индийской культуре популяция людей, которая формировала изначально индийскую культуру. Вот. Мы сейчас, как бы, о травидах и этих всех друидах судим только практически из альтернативных историй. Да, мы, возможно, из мультиков, да, обликсе, астериксе. Вот. Ну, были такие, такие друи с грибами ели, потом были очень сильными, и с ними не могли справиться цезари Римской империи. В общем, в принципе, зерна какие-то исторической правды во всем этом есть. Но взаимосвязь, конкретная взаимосвязь культур, то есть, нам недоступна. И она недоступна не из-за того, что не из-за того, что, как бы, некому восстановить эту взаимосвязь, а из-за того, что данная культура не заинтересована в том, чтобы альтернативная какая-то другая история возникла. То есть, всячески все связи обрубаются. Почему? Потому что, ну, не все эпизоды в этой истории говорят о хорошем, так сказать, позитивном, не показывая позитивное видение этой культуры, в которой мы живем. То есть, если христианство с его крестовыми походами как-то оправдывало насилие, то сейчас никто, как бы, рекламу не делает этим крестовым походом. Все понимают, что это, в принципе, борьба за территорию, борьба за идею, борьба за отдельную власть на определенной территории. То же самое, что сейчас происходит в арабском мире. То есть, демократия пытается бороться с исламом как с альтернативной культурой. Вот. И можно сказать, что любая любая религия это, в принципе, это идея, прежде всего. Идея, которая живут люди. Если они живут на определенной территории, тогда религиозная идея становится политической системой. То есть, политика и религия это, в принципе, на определенном уровне одно и то же. То есть, их объединяет идея. Европа 2000 лет почти жила по законам христианским. И христианские законы определяли политику этого государства. Сейчас западный мир живет по демократическим законам и как бы далеко от религии. Но, в принципе, демократия и религия они мало чем отличаются. То есть, при определенных умственных упражнениях демократия можно назвать религией. То есть, она также используется для того, чтобы для захвата власти. Так вот, я хотел рассказать вам прежде всего о взаимосвязи вот этих событий культурных в нашей истории, нашей цивилизации. И вот начнем с того, начнем, пожалуйста, с друиду. Вот, друиды. Все мы знаем, что были друиды. Все мы знаем, что были дровиды. Но, друиды исчезли, а дровиды как-то растворились тоже. Но я в последнее время уже почти два года путешествую с семьей по Индии. И собираем различные материалы, такой, видеоматериал о том, ну, о низкой культуре, о религиозных взглядах, там, различных групп, там, где мы бываем. Ну, и получилось так, что оказалось, что в Индии почитание дерева ну, то есть беспрецедентное. То есть мы знаем из истории из картинок, что Будда получил просветление под деревом, где-то попал в Нирван. Каждое дерево водхи это называется просветление. То есть сознание дерева как бы почитается. каждое десяток крупное огромное дерево в Индии оно увешано гирляндами или красной материи обозначено. Там висят картинки различные различных авторитетов. Там ханума, шива сидит, виллы где-то здесь это самое. Подношения разные лежат. Каждый день кто-то наливает водички подношения там какие-то все. То есть ритуалы определенные происходят. Это все возле дерева. Даже видел где-то документально есть кадры Рабин Дранат Тагор с семьей там возле этого дерева фотографии его с там. То есть оказывается, что почитание дерева как почитание изначально никуда не делось. То есть оно в Индии всеобъемлющее. То есть дерево является источником просветления, источником ясности сознания. То есть стоит себе дерево такое. Голос стоит 2-10 лет. Тишина покоя. То есть дерево имеет реальное сознание. Оно спокойное. Оно не животное как наше, которое там зациклено на каких-то эмоциях. Оно стационарное и чистое. Ясно? То есть тишина чистое. То есть называется бодхи. изначально почитание дерева возникло именно в Индии. Именно у дровидов. Дровиды друиды. То есть это незначительное изменение. То есть ничего ни о чем не говорит. Но смысл в том, что в Европе была культура друидов и оказывается, что дровиды в Индии были. Потом это куда-то они исчезли. Неизвестно, что их там кто там арии поработили или еще кто-то. Это все абсолютная ерунда. В Индии полное ненасилие. Нет никакого насилия. Не умеют люди драться. Не знают, что такое насилие. Животные собачки могут лежать. Никто его ногой не пнет. Коровы ходят. Все ходят. Не матюкаются, когда кто-то кому-то на дорогу переедет. То есть абсолютно ненасилие. Никогда его здесь не было. Тысячелетиями здесь был покой. Идеал чистота сознания дерева. То есть это сохранилось в этой культуре. И эта культура не дается западной культуре всеми фибрами своей души. То есть ни за какие деньги здесь не хотят той цивилизации, которая шизоидной, такой постоянной мышления, постоянной глотания различных психотропов или успокоительных накрученных рекламой. То есть этот мир совершенно другой. И здесь сохранилась тысячелетняя история. И только здесь можно прочитать то, что было когда-то изначальным источником всей цивилизации. было здесь почитание дерева осталось. Этот значок на еврейском флаге так сказать звезда Давида. Так это сад код шестиконечный код угол. Шестиконечный угол символ образования Непала и на каждой школе этот значок видит. Представьте себе. То есть Европа всегда копировала все в Индии здесь источник Гитлер и подскудил вот этот значок крестик который обозначает символ движения мыслей энергетика какая-то взял себе как символ арийской расы возобнил себе Арию и натворил беды. И теперь все считают что этот гитлеровский символ плохой хотя это символ ума это один из трех культурных символов Индии ну и вообще восточной части то есть он значок этот движения и тверзубец Шива который как бы убивает человеке все животное Шива будем разрушить животное мимо то есть человека он приходит и наводит порядок в уме человека выгоняет все животное из человека вот эти три символа символ ума этот крест крест гитлеровский как бы гитлеровский и трезубец это символы ума то есть в разных культурах у дровидов у ариев вот этих белых потом у позднейших буддистов это все означает одно и то же а образование как таковое древнее вот эти садхот два треугольника движение энергии естественное снизу животное вот и движение ума сверху эти два треугольничка соединяются и гармония познания себя символ образования в этом все это копируется на западе с древнейших времен копируется и потом каким-то образом извращается эгоизмом различными вещами на востоке это совершенство то есть которое показывает что животные эмоции эгоизма это ну низко и как бы приемлемо в обществе на каком-то уровне но на высоком высокие люди этого не приемлемо а на западе это в порядке вещей и люди и люди с хорошими помыслами устраивают крестовые походы развязывают войны и стараются миссиянством других народов сделать их хорошими и добрыми а со плечами неся между выбор между добром и злом значит где-то есть зло и это нужно зло делать добром это бесконечная это самое война приводит только к каким-то абсолютно бредовому несовершенству этого мира и взять же тех же культуру буддийскую нюэч так сказать индийский которые тоже строя кинотеатр выискивают всяких червячков чтобы только их жизни не лишить это конечно тоже своего рода ненормально определенное но то есть абсолютно такие но подход нормальности человеческой к живому на востоке гораздо гораздо человечнее чем на западе то есть запад ну для появляется в социальной пирамиде появляется какая-то олигархическая группа которая безумно богата им клевать на остальных людей у них нет наук человеколюбия они фактически олимпийские боги они боги которые правят этим миром и они играются в этих алагарных солдатиков и для них людей это ничто то есть получается что люди это расходный материал послали туда на войну взяли там сколько это умерло вы герои все дали им это а им плевать на этих героев так и на правда абсолютно то есть какая бы ни была культура западная там как бы она себя не рекламировала она любит себя рекламировать она абсолютно античеловечна то есть в сути своей на словах все хорошо все совершенно мы должны добрые быть хорошими а когда касается каких-то дел получается что это голимая политика то есть политика играет на на чувствах людей и их как бы в свою группу принимает и грузит их своими идеями и потом использует то есть этот этот мир порочный он он заходит в никуда вот ну и это все начиналось это долгая история мы будем я буду рассказывать вам и о Атлантиде свое мнение об Атлантиде и о древнегреческой древнеегипетской истории как они возникли как как все происходило о Иисусе Христе товарищ который синтезировал как бы выбрал себя и восточную культуру и западную культуру атлантическую и азиатскую и атлантическую попробовал их соединить то есть эта невеста он создал определенную невесту которую хотел поженить на с азиатской культурой вот и расскажу даже очень интересную вещь о почему возникло крепостное право куда девались волхвы и как это все связано с современным институтом таким экзотическим как воры в законе то есть хочу показать взаимосвязь всего что происходит в этом мире дело в том что все что прячется за понятиями как бы абсолютно раздельными религия политика ведь есть абсолютная взаимосвязь когда-то религия была политикой то есть современная демократия и христианство они ничем не отличаются коммунизм ничем не отличается от христианства это такая же социально-политическая система то есть дали другое название и как бы отделили отделили понятия а они-то по сути своей в принципе одинаковые на этом кончим до следующей до следующего видеосюжета всего хорошего демократия